Китайские легковушки белорусской сборки разбирают как горячие пирожки. В июне дилеры заметно потеснили с рынка своего ближайшего конкурента Ладу. Ранее на первом месте по продажам были именно российские авто. По статистике Белорусской автомобильной ассоциации в июне было продано почти полтысячи автомобилей Джили и 149 экземпляров Лады. К слову, в июне продажи легковушек всех марок выросли в два с половиной раза по сравнению с маем. А почти каждый пятый новый автомобиль проданы в прошлом году в Беларуси отечественного производства. Белорусский рубль продолжает укрепляться к западным валютам, но теряет в цене в сравнении с валютой основного торгово-экономического партнера. Евро и доллар продолжили тренд на ослабление курса, а за 100 российских сегодня предлагают без малого 4,5 белорусских рубля. Локдауны и коронавирусные ограничения сказываются на перспективах роста китайской экономики и курсе валюты Поднебесной, поэтому она опять подешевела и потеряла 1,63% от своей предыдущей цены. За 10 юаней на бирже нужно отдать чуть меньше 4 белорусских рублей. Торговля овощами и фруктами через аукцион набирает обороты. С началом сезона сбора нового урожая производители и потребители плода овощной продукции проявляют повышенный интерес к торгам на Белорусской универсальной товарной бирже. Увеличивается не только количество участников торгов, но и расширяется товарная номенклатура. Например, если вне сезон в торговых сессиях регулярно участвовали в среднем 5-7 компаний, то сейчас их 10-15. При этом помимо картофеля, лука и чеснока, на которые в зимний-весенний период приходилась и львиная доля сделок, теперь на биржевые торги пока еще в небольших объемах выставляются свежие огурцы и томаты. Эксперты ожидают, что по мере приближения пика сезона, который приходится на август-сентябрь, востребованность биржевого механизма будет только увеличиваться.